Подмена причины корреляции это еще одна ошибка, связанная с необоснованными предположениями относительно причинно-следственных связей. С ней приходится иметь дело, когда за причину принимается наблюдаемая корреляция, то есть соответствие взаимосвязанных факторов. Так, наблюдения за климатом Земли показывают, что среднее значение температуры последние 300 лет постоянно увеличивается. На протяжении этого же периода времени мы наблюдаем экспоненциальное увеличение потребляемой человеком информации. Отсюда можно сделать вывод, что потребление информации находится в экспоненциальной зависимости от температуры окружающей среды. Рассказывают, что однажды группа исследователей решила выяснить, какова главная причина разводов между супругскими парами. Набрав достаточное количество социологического материала, они ввели данные в компьютер и выяснили, что из подающих на развод супружеских пар 40 процентов конфликтовало из-за отношений с родителями, 60 процентов конфликтовали из-за секса, 80 процентов конфликтовали из-за денег, 100 процентов вступили в брак. На основании полученных результатов был сделан однозначный вывод. Основной причиной разводов является вступление в брак. Точно также при помощи исследований может быть достоверно продемонстрировано, что употребление свинины в сочетании с алкоголем на 100 процентов снижает вас риск стать исламским террористом. Время от времени в прессе возникают споры между сторонниками и противниками табакокурения на основании статистических данных о меньшей распространенности рака легких у курящих, чем болезни Альцгеймера у некурящих. Тем самым пропагандируется идея о пользе курения как профилактики данного заболевания. Но при этом не принимается во внимание, что болезнь Альцгеймера, как правило, развивается в возрасте старше 65 лет, в то время как средний возраст жизни активного курильщика, по различным данным, на 10-19 лет короче, чем у некурящего. К тому же лишь 20 процентов смертей, связанных с курением, вызваны раком легких, наибольшее же число случаев, 49 процентов, приходится на долю болезней системы кровообращения, инфарктов и инсультов. А в число прочих причин входят болезни органов дыхания, такие как эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхиолегочные инфекции и другие побочные проблемы. Подобным образом можно сделать вывод о пользе газировки, ведь в странах с наивысшим потреблением газировки наблюдается наибольшая средняя продолжительность жизни. На самом же деле этот параметр зависит от степени развития и доступности медицинских услуг. В малоразвитых странах, где медицина находится на низком уровне, не то что газировка, а просто чистая питьевая вода не всегда может быть доступна. Да, и средний показатель продолжительности жизни там значительно ниже, в первую очередь за счет высокой детской смертности. Всем же успехом можно говорить о вреде развития медицинских программ как таковых. Чем больше доступны в стране медицинские услуги, тем больше людей умирает в клиниках. Там же, где клиник нет вовсе, в клиниках вообще никто не умирает. Так что все сходится. К этой же категории относятся идеи Карла Маркса о ведущей роли производительных отношений в развитии общества. Маркс провозглашает универсальную структуру всякого общества, как состоящего из находящихся в антагонистическом, то есть непримиримом противостоянии классов обладателей средств производства и тех, кто не имеет таковых. Причем первые всегда правят вторые. А также рекрутируемой из этих двух классов прослойки интеллигенции. Пожалуй, наиболее наглядно безосновательность такой классификации продемонстрировал философ и писатель Александр Зиновьев. Он выделил в каждом обществе антагонистические классы брюнетов, шатенов и блондинов, а также рекрутируемые из них прослойки седых и лысых. Причем в большинстве случаев именно седые и лысые правят всеми остальными. Субтитры создавал DimaTorzok